Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 7 апреля, в Великую Субботу, Православная Церковь воспоминает телесное погребение Иисуса Христа и сошествие Его в Ад. Сняв с креста и обвив пеленами с благовониями, по обычаю иудеев, Иосиф и Никодим положили причистое тело Господа в новом каменном гробе в саду Иосифовом, находившемся недалеко от Голгофы. К дверям гроба привалили большой камень. При погребении Иисуса Христа находилась Мария Магдалина, мать Иакова и Иосифа, первосвященники и фарисеи знали, что Иисус Христос предрекал о Своем воскресении, но не верясь ему предсказанию и опасаясь, чтобы апостолы не похитили тело Иисуса Христа и не сказали народу, воскрес из мертвых, в субботу выпросили у Пилата военную стражу, приставили ко гробу и самый гроб запечатали и тем доставили истине новое подтверждение. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Христос положен был в новом гробе, в котором никто прежде не был положен, чтобы воскресение не могло быть приписано кому-нибудь другому, вместе с ним лежащему, чтобы ученики поблизости этого места легко могли прийти и быть зрителями случившегося, и чтобы свидетелями погребения были не только они, но и враги. То, что положены были печати на гроб и приставлена стража из воинов, это действительно с их стороны было свидетельством погребения, так как Христос хотел, чтобы и погребение Его было не менее достоверно, чем воскресение. Потому-то и ученики ревностно стараются доказать, что Он действительно умер. Воскресение Его было подтверждаемо всем последующим временем. Между тем, если бы смерть Его в то время была скрыта и не сделалась совершенно известной, то это могло бы повредить Слово о воскресении. Господь в день субботний, сойдя душой во ад, проповедовал там весть о Царстве Божием и вывел души праведников на свободу, в рай, где до того пребывали только взятые живыми на небо пророки Илья и Енох. А также благоразумный разбойник на кресте исповедовавший Христа является одной из основ православного учения. Это представление служит каноническим и конописным сюжетом воскресения. Валяются сорванные с петель створки адских врат, и Христос в особом миндалевидном нимбе выводит Адама, Еву и других праведников из адских глубин. Службы Великой Субботы сохранили ряд характерных черт раннехристианского богослужения. Они имеют ряд литургических особенностей. Великая Суббота – канун светлого воскресения. В богослужении Великой Субботы прослеживаются как траурные, так и праздничные воскресные черты. По обычаю важнейших постных дней литургия совершается после вечерни, как в Великий Четверг и на вечере Рождества Христова и Богоявления. По традиции, в течение многих веков именно в этот день совершалось крещение оглашенных, в связи с чем в богослужении присутствуют многочисленные ветхозаветные чтения. 15 паримей, 15 отрывков из книг Ветхого Завета, от книги Бытия до пророчества Даниила, читаемых на вечерне, говорят о страстях, смерти и воскресении Спасителя, Сына Божия и грядущей славе Церкви Новозаветной. А на литургии вместо херувимской поется древний гимн Иерусалимской Церкви. Да молчит всяка плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет. Царьбо царствующих и Господь господствующих приходит, заклатися и датися вснеть верным. Предходят же сему лицы ангельские со всяким началом и властью, многоочитие херувими и шестикрилатие серафими, лица закрывающие и вопиющие песнь, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Великая Суббота – день исполненный тишины и покоя. И ветер в этот день утихает, молчит небо, молчит земля. Но для нас этот день в этом году особенный, так как совпадает с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Поэтому сей день исполнен не только печали, но и надежды, и ожидания. Повисает в воздухе капли святой воды. Священник проходит, освящая куличи, яйца, пасхальную снеть. Вот уже и вечер в храме начинают читать деяния апостолов. И совсем скоро мы запоем. «Воскресенье Твое, Христе спасе! Ангели поют на небесех, и нас на земле с подоби чистым сердцем Тебе славите!» Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых святителя Тихона Белавина, патриарха Московского и Евсея России, преподобного Саввы Нового и Ромонаха. Совершается празднование икони Божьей Матери Благовещения Московская, а также Благовещения Киевская. Всех, кто носит эти святые имена, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Пусть великодоровитый Господь помолит вам ваших небесных покровителей, дарует вам здравие телесное, спасение душевное. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Одушевленному кивоту приносим пение сердец, души восторженной ноты, прими, вселюбящий Отец, отверзи уст моих дыханье, дабы прославить мне вовек светлейших лиц благоуханье, которые вдруг архангел рек. «Возрадуйся, святая Дева, благословенно ты в женах, и глаз небесного распева трепещет радостью в сердцах». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова